Всем добрейшего времени суток, с вами Свети Беста Жизни. Сегодня мы разберем такой персонажа, как Люпин. Не буду тянуть долго кота за хвост. Поехали. Первая способность наносит 250% урона больше на протяжении 4-5 секунд. Способность неплохая, поскольку персонаж, когда получает урон, ну, грубо говоря, и наносит, да, получается, очень быстро он копит этих 8 стаков, а способность именно такое количество и требует для ее активации, ну, то потом он наносит эти самые 8 стаков приблизительно за где-то так секунд 6. Получается достаточно хорошая комбинация и 2,5 секунды, вернее, 1,5 секунды он находится без этого бафа, то есть почти постоянный баф на 250% дополнительного урона. Мощно, мощно. Вторая способность это регенерация хп. В общем, на каждую секунду на протяжении всего боя реген 4% хп. Сильно могу сказать, но как это можно использовать, если обычных хп у всех мало? Ответ прост. Его броню заменили на конверцию, короче говоря, все, вся броня конвертируется в хп в 2,5 раза. На самом деле это, как по мне, мета. Понимаете? То есть, допустим, обычно, допустим, броня составляет, допустим, 100, да? А у этого персонажа она составляет 250. Я просто пример привел. Смотрим. Люпин имеет 291 тысячу хп. И Грейсворд имеет 147 тысяч брони и 21 тысячу хп. У этого персонажа все пошло в хп. То есть, вся броня умножена на 2,5. То есть, я думаю, вы понимаете, насколько это все мощно. Вот. Поэтому, скажу как есть, перс является метовым танком. То есть, танковать он может очень много. Плюс реген хп 4%. Давайте все это дело округлим. И что у нас получается? 300 тысяч хп. Это, как получается, 100 тысяч хп. Потом мы просто умножим на 3. И 4% берем от его хп. Это сколько выходит? Правильно. Это выходит у нас 4000 хп. Умножаем на 3. Поскольку мы округлили до 300 тысяч хп. Это выходит у нас сколько? Правильно. 4 на 3. 12 тысяч хп. 12 тысяч хп регенит в секунду. Сколько он наносит урона? 3000. Лучник у нас. Ну, маг, допустим, наносит 4000. Какой-нибудь там... Вот это, да? 5000. Ну, 6000, допустим, наносит, да? Блин, ребят. Мы очень мощно танкуем, как по мне. То есть, мы, по сути, можем выдержать урон от трех противников и постоянно его еще вырегенивать. И быть фуловым. Мощно. Мощно. Однозначно. Что у нас еще интересного есть? Интересного? Ну, на самом деле, больше ничего. Вот эти две способности, можно сказать, которые у него имеются. А именно, реген плюс конвертировать броню в хп. Это, по сути, есть основная фишка. Также у него достаточно сильное, можно сказать, мили хп. А я не могу ничего здесь хорошего сказать. У Брунхильдера здесь вообще, блин, извините меня, огроменный уровень. 11 уровень способности данной. У какого-нибудь этого не так же все мощно. Ну, допустим, Грейсвор, да? Имеет вообще просто ужасные показатели хп. Но у Люпина здесь все прилично. А вот такие пироги. Ну, еще здесь, конечно, он проседает по сравнению с ним, да? 280. 255. То есть, все-таки, благодаря данной способности, вот именно вот этой последней циферке, точка 5, да? То есть, с половиной. Он довольно-таки мощный. Хп у него очень много, все-таки. Вот. То есть, чем сильнее броня, тем сильнее Люпин. На определенном уровне он будет чуть-чуть хуже, но всегда будет лучше, чем какие-нибудь персонажи с броней по типу Грейсворда. Вот. И постоянно будет регениться. Это мощный. Есть какой-то контрпит против него? Конечно, есть, ребята. Арахна. Блин, недавно разбирали, в прошлом ролике. Ее вот эта дополнительная способность, да? Дополнительный урон 65% против персонажей без брони. И первая пассивочка, это как раз-таки будет для персонажей тоже, которые регениться. Это вот ухоушает хилл на 85% на сколько? На 4 секунды. То есть, грубо говоря, на постоянно. Поскольку она будет бить постоянно, одного и того же персона будет. Что это значит для нас, когда мы встречаем арахну у противника? Это значит, то, что она нас будет бить на 65% больше. Скажу, ребят, что это не так. По своему опыту, не уверен, что вы это увидите, но увидите сейчас, если, конечно, получится. Смотрите на задних персонажей противника. Нет, скорее всего, не получится. Просто скажу, как это выглядит на самом деле. Значит, так-так-так-так. Самон, армия. Значит, арахна. Когда я за нее играю, она на самом деле как-то странно действует. И где-то у нее тут такая штука была. Не знаю, это чисто от автоатак работает? Или это работает еще и на персонажей без брони как-то? И на клещей действует? Я не знаю, ребят. Но когда персонаж без брони... Допустим, урон мы наносим 9000 урона за счет лужи и 2900 где-то за счет клещей. Когда лужи перестают действовать, наносит урон только клещи. Дополнительные 3 секунды, поскольку там нужно действовать где-то 3 секунды и еще дополнительно 3 секунды на клещей. Допустим, исчезает броня у противника. Ну, кончилась там, допустим. Мы ее снесли. И урон клещами становится 15000. Я не знаю, как это работает. Я не понимаю. Почему именно так? Возможно, это за счет данной способности. А возможно, за счет каким-то образом вот этих стаков непонятных, да? Я не понимаю. Ну, вообще, стаки снизу, они за счет количества. Работают. Поэтому немножко там подругаются. Есть вот... В общем, я не понимаю, как, но она клещами, когда нет у противника хп, наносит 15000 в полсекунды. Потому что здесь написано 2 раза в секунду. То есть, объясняю, как это будет работать. Наш люпин регенерирует, допустим, округлим, да? 300000 хп. Регенерирует себе 12000 хп в секунду. Она... Что она делает? Она дебафает его сначала на 85% регенерации. То есть, он в день теперь 2000 хп примерно в секунду, да? И наносит ему с самого же начала по 15000 урона клещами. И еще где-то там кучу урона при помощи чего? Правильно, при помощи, конечно же, своего основного урона. То есть, у нас же есть урон основной, да? И урон клещами. Если мы посмотрим на ее способность. Вот, наносит урон ядом, да? 75% урона. И 25% урона клещами. Клещи это урон параллельный с основным, но он действует еще, когда лужа перестает действовать. Поэтому мы все в арахме разбирали. Вот. В общем, боюсь, что он сольется у меня буквально за считанные секунды. Если, конечно, будет встречать арахну в противниках. Но так, перс достаточно живучий, достаточно сильный. Танкует неплохо. Как мы видим, живет, живет, живет. Еще и регенится каждую секунду на 4%. А это, извините меня, не слабо. Встретили мы арахну, проверяем, как он будет жить. А никак. Он сливается за считанные секунды. Так же, как и вся моя тима. Вот. Ну, наш арахна и лучник втащили. В этом бою, конечно. Потому, ребят, мета на самом деле существует. Вот. Поэтому я считаю, что перс является метовым. Но, опять же, против него можно взять контрпик. Вот. Поэтому, в принципе, пользуемся. Ну, не знаю, кто играет в Mobile Legends, я думаю, меня легко сейчас поймет. Против Эсмеральды можно взять кого? Кэри. Пожалуйста. Поэтому, в принципе, думаю, на этом закончим. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Надеюсь, ролик оказался для вас полезным. Пока-пока. Всем добро.